На линию времени фильма Иван Васильевич меняет профессию, желтым нанесены сцены, где в видео или аудио так или иначе фигурирует алкоголь и табак. И это отмечено еще не все. И картина вполне типична. Например, в фильме «Остров проклятых» с Ди Каприо ситуация принципиально не отличается. В фильме «Утомленные солнцем 2» то же самое. И такие примеры можно приводить бесконечно. Вы удивлены, что этого не замечали? Но так и работает пропаганда. 95% людей ее не замечают. Это естественно, ведь ею занимаются профессионалы. Основной принцип пропаганды – упоминать пропагандируемое как можно чаще. Поэтому чисто случайно в пылесос затягивает именно сигареты. Шурик настигает крочковская сигарета, и никакого сюжетного смысла курить ей нет. Стряхивая невидимый пепел с незажженной сигаретой, она учит еще и мусорить. Фильм ничего не потеряет, если убрать сигарету из рук персонажа. Простите, чтобы отобрать у героини сигарету. За что? За что? Простите. Добавочный номер 362. Добавочный номер 362 представляет собой цену бутылки водки в СССР. Как видно, Гайдай интегрировал наркотизацию даже в такие тонкие моменты. В фильме «Бриллиантовая рука» он отразил тогдашнюю, додину, анимированную цену водки в номере автомобиля. 28,70. Ого! Вот нас знакомят с одним из главных персонажей этого фильма – сигаретами «Марльборо». Эфирного времени у них даже больше, чем у многих второстепенных персонажей. Есть заблуждение, что дорогие сигареты «Марльборо» в фильмах используются, чтобы подчеркнуть статус персонажа. Это ложь. Это банальная, скрытая реклама конкретного бренда и курение в целом. Угадай, что я сейчас курю. «Марльборо». Ты же так куришь, но «Марльборо». Соответствие образа богатого человека и дорогих сигарет – это азы скрытой рекламы, чтобы не было диссонанса. Несмотря на то, что эти сигареты еще и не продавались в Советском Союзе, Гайдай и прочие обладатели инсайдерской информации знали, к чему все идет и на что они активно работают. Они знали, что наступит время, когда СССР ослабеет настолько, что «Марльборо» от Филиппа Морриса будут производить и продавать в Союзе. Факт, что пакеты с рекламой «Марльборо» появились в СССР еще за годы до того, как Филипп Моррис пробился на советский рынок. Без такой подготовки почвам выйти на советский рынок этой корпорации было бы сложнее. Все эти гонки вооружений были нужны лишь для отвлечения внимания, чтобы тянуть время, пока нашу психику разрушали ретрансляторы этой пропаганды. Нашел зажигалку «Ассоциация на курение». Прием называется «Лишнее напоминание». Зажигалку притянули за уши к сюжету, Милославский ее бросает как гранату. Согласитесь, очень естественное и реалистичное использование. Но если это юмор, то... Нам показывают, что если не хранить деньги в сберкассе, то их украдут. Стоит ли объяснять, что это скрытая реклама сберкассы? Храните деньги в сберегательной кассе. Обратите внимание, что везде, где только можно, в квартирах персонажей Гайдай вешают постеры с полуголыми телами. Они еще чисто случайно на заднем плане. Это также целенаправленное развращение советских людей. Все всегда начинается с малого. Если вы думаете, что эти картины случайны, то они настолько же случайны, как и это. Под конец. В 92-м году Гайдай уже закончил такими штуками. Стоит ли говорить, что в этом фильме, как и во всех фильмах Гайдая, зашкаливающее количество пропаганды? Впрочем, как и в большинстве фильмов других режиссеров. Предлагаю тост за нерушимую дружбу Комитета государственной безопасности и Центрального разведывательного управления. Верю и не верю. Если хотите заработать, то предложите своему другу спор. Поставьте на то, что в следующем фильме любого режиссера будет кто-нибудь либо пить, либо курить. 90% выиграете. Торопясь скрыться из обборованной квартиры, Милославский проходит мимо скрытой рекламы сигарет и его останавливают только желание прорекламировать Чинзано. Чинзано рекламировали и даже воспевали. В детском мультфильме, пропаганда в котором тоже зашкаливала. Это про капитана Врунгеля. Ну да ладно, хватит слушать оды бандитизму. Внезапно у оператора случился какой-то приступ. Вот он и стал выискивать камеры и голые тела среди чисто случайно расставленных предметов искусства. Эротику в кино тогда еще не пропускали, поэтому развращать зрителя приходилось окольными путями. На одну из картин пьют. Вор забыл бежать из обворованной квартиры, увлекшись пропагандой, рядом с самонаводящейся бутылкой, которая всегда стоит этикеткой к камере. Без какой-либо логики закуривает прямо в квартире. Ой, дурак. Это еще что. В некоторых фильмах закуривают в чужой квартире, рядом с посилью некурящего больного старого человека. Ей хуже. Она только что исповедовалась. Сильнейший сердечный припадок. Не исключена возможность смертельного исхода. Объясняется такое неестественное поведение очень просто. Сцены курения добавляют «надо». Может не надо. Надо, Федя. Надо. А постоянно для этого выводить персонажей на балкон, в коридор или хотя бы на кухню неудобно. Все, теперь можно смело идти курить. Все идут курить. Да, все, кроме старенькой бабушки, естественно, почему же старенькая курит прямо за столом. Слишком трудно из-за такой мелочи переставлять камеру, свет, тащить всю съемочную группу в другую комнату. Вот еще примеры неестественного курения в помещении, в основном из фильмов с Андреем Мироновым Минакером. И когда уже стали в глаза называть нас тупая нелепость, Я, решив, что так дальше нельзя, превратился в Брестскую крепость. На клочке материнской земли я твердел в круговой обороне, Чтоб хотя бы его не смогли оккупантов вытоптать кони, Чтоб хотя бы детей не отдать в лапы их садомицкой культуре. Мне бы раньше пойти воевать, но нас очень хитро надули. Иван Грозный чистосердечно признается, что он душегубец. Это, естественно, чисто случайно. Подспудно внушается, что пить нормально, главное закусывать. Живого царя вызвал. Закусывать надо. Я не пьющий. Померла в деревне русской. Закусывать надо. Я не пьяный. Но можно и не ходить вокруг до окла, а прямо спросить. Вы водку пьете? Для храбрости выпил бутылку водки, ну чтоб как? Такое известие внутреннее. Анисую. Анисовой, к сожалению, нет. Я говорю, Анисовой, к сожалению, нет. Столичная. Столичная. Анисовой чисто случайно не оказалось, что дало лишний повод упомянуть еще и столичную. А еще чисто случайно он взял кефир, что дало повод еще раз сказать Анисовую. Анисую. Столичная. Погружают зрителя в марки водки. Это очень мощное внушение. Подсознание идет сообщение, что если царь пьет, и это ему не мешает справляться с такой сложной ролью, то простому человеку тем более не повредит. Кильками в наш век отравиться гораздо легче, нежели водкой. Пейте смело. Пейте смело. Прием – прямая агитация. Выполняется якобы в каком-то контексте, но контекст значения не имеет. Главное, что зрителю доносятся сообщения, а подсознание воспринимает эти фразы вне контекста. Кирик, ты выпей. Сядь, выпей. Выпейте. Пейте. Пейте, пейте. Пейте, пейте. Пейте. Пей за дна, пей. Пей, герой. Пей тебе говорят. Пей. Пей. Бери стакан. Молодец. Пиво импорт. ФРГшный. Пей, не бойся. Пейте смело. Геноцид крутой. Какая чудная штука. Я такого никогда не видел. Да ты вообще мало хорошего в жизни видел. Я возьму. Да, вот и хорошо. Ох, хорошая диза. Хорошо. И это хорошо. У меня вот тоже один такой был. Крылья сделал. Ну-ну-ну. Что ну-ну? Я его на бочку с борохом посадил. Пусть чай полетает. Внушение. 500 лет назад пили и царь пил. Причем выпить водки для него такое же простое дело, как и попить чаек. За весь фильм ничего хорошего про Грозного рассказано не будет. В якобы советском фильме, который делали как бы русские для русских, не нашлось места для таких мелочей, как то, что в результате правления Грозного территория нашего государства увеличилась почти вдвое. Зритель не узнает из вроде бы патриотического и государственного фильма, что царь Иван ввел бесплатное начальное образование. Зато будет в курсе, что царь пил и убивал. Очередная сцена, в которой закладывают модель поведения трезвенникам отказываться от позиции, алкогольным наркоманам заставлять пить друзей. Хотя в этой конкретной сцене персонаж не выпил, но в советских фильмах присутствуют сцены по этому шаблону, где все-таки акт самоотравления свершается. Выпейте, я не пью. Читали в неделе отдел для дома, для семьи? Врачи рекомендуют успокаивать нервную систему, расширяясь сосуды. Пейте. Пейте, пейте. Нет, я же не пью. Вы меня не так поняли. Я совершенно не пью, понимаете? Не имею физической возможности. Вот по этому поводу первый тост. Бери стакан. Водочки. За твое здоровье. Давай. Очень мало времени пей. Тогда еще поднимчим. Не, 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 больше не будешь. А поддись будешь? Поддись буду. Нет, ну я не буду. Ребята, давайте завтра, а? Ну, пей. Спасибо, за это надо пить. За Галю надо выпить. Варемочки. О, вы голубчик. Что вы? У меня же лекция. Так вот, я бодрого настроения. Я голубчик не могу. Лекция. За успех вашей лекции. И вообще за страну. За это, конечно, нельзя не пить. Конечно. Будь за ровно. Все. Не буду. Пей, герой. Не буду. Пейте, как говорят. Я не буду пить, это вам. Почему? Не хочу. Нет, нет, не буду. Нет, нет, не буду. Будешь на пить, ребята. Ну, давай. Не, не будешь. Давай. Будешь. Что вы делаете? Пей, Вято, пей. Мы не изменяли баланс, просто нарезали нечто для общего представления. Я не пью. Нет, я же не пью. Нет, нет, я не пью. Спасибо. За это надо пить. За это, конечно, нельзя не пить. За твой здоровый. Давай. Совпадение? Не думаю. Прием называется «Заставляют пить». Встречается очень часто. Задача приема – вскрыть психологическую защиту трезвенников, а пьющим дать модель поведения «Заставляй». Стандартный шаблон. Уже второй раз за фильм, когда кого-то заставляют выпить. А что? 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 Это сцена с алкоголем без какой-либо необходимости. Служи, валют, царя спасенного видеть желаем. Пошлать их надо немедленно куда-нибудь, ясно? Царский указ. Приказываю. Послать войско. А вот редкий пример полезного в фильме. Нам показали технологию отвлечения масс от чего-то важного. И перевод внимания на войну или другие противостояния. А приоритеты-то известные. Самый быстрый просто убивать. Мировые войны, войны местные. Вот где можно грабить, воровать. Можно грабить без кровопускания. Но уйдет на это больше лет. Алкоголь, табак и наркомания. Геноцид крутой приоритет. А, да-да, конечно. Это-да-да. Тут мы узнаем такую полезную и важную информацию, что и жена Шурика тоже курит. Молодая, красивая, успешная. Естественно, это никак не влияет на происходящее. Это никак не связано с сюжетом. Естественно, это происходит в квартире. Что неестественно. Просто так закурила. Просто так положила пачку, чтобы ее видно было. Глупо было бы думать, что это для пропаганды. Иван Васильевич давно в кадре водки не было. Сходите чисто случайно на кухню колбаски порезать. А когда опять надо будет напомнить зрителю о водке, мы вас туда за килькой отправим. Узнаем, что и этот персонаж курящий. Конечно, лучше бы лишить этого персонажа сигарет, но вы понимаете. За что? За что? Простите. Часто в фильмах стараются лишний раз созвучить что-то связанное с наркотиком, чтобы задействовать не только визуальный канал восприятия, но и аудиальный. Что у тебя творится? Накурил, надымил. Вроде бы фильм не про курение, но это слово встречается как минимум пять раз. Мы просто не считали. Перекор. А вот в фильме «Утомленные солнцем 2» посчитали. И там оно встречается всего лишь шестнадцать. Это обычные среднестатистические фильмы. Мы не выбирали самые наркотизированные. Согласитесь, что вы раньше этого не замечали. А ты? Не я. Ему переводить он лыка не вяжет. Мы его и в кипятке сварили. Очередная информация о том, что кто-то выпил и какой плохой царь. Может показаться, что это антипропаганда алкоголя. Отчасти да, но сути дела это не меняет. Шаблон в их методичке такой. Если говорим что-то полезное или хорошее, то только в окружении чего-то гораздо более вредного и плохого. То есть вы не найдете в этом фильме ни одной самостоятельной сцены, которая просто учит хорошему. Если будет хоть что-то хорошее, то рядом обязательно целая гора плохого. Кстати, о том, чему учит фильм. Ахаха, да пусть забирает на здоровье, я-то думал. Почему? Показано, что общественник-активист спокойно разбрасывается государственными землями. Да ты что, сукин сын. А вор этого сделать не позволяет. В фильмах не бывает ничего случайного. Пропагандисты делают ставку на тех, кто думает, что в фильме возможно художественные преувеличения и неточности в деталях. Но в целом впечатление создается верное. Именно наличие такой уязвимости в мозгах у зрителя позволяет манипулировать его сознанием. Вы ожидаете, что в фильме художественно изменены одни детали, а на самом деле перевраны совершенно другие. И из тех категорий, о которых вы даже не задумывались. Правильно, бля. Но это идет прямиком в подсознании. Кстати, икра заморская баклажанная была завезена в Россию в 17 веке из Ирана. То есть гораздо позже описываемых событий. При съемках на царском столе лежала не баклажанная, а кабачковая икра. Очередные тосты. Этот фильм точно не про алкоголь. Лепота. Обычный прием притягивания алкоголя ко всему, что только можно. Да на кого ж ты похож, а? Ты же охотел от пьянства. Тут мы узнаем, что больше, оказывается, постоянно пьет. А ну ступай домой, алкоголик. Что не вяжется с его внешним видом и образом общественного активиста. Но ради пропаганды они пошли на разрыв шаблона, попутно внушая, что пьют все. А значит... Это норма, друзья. Фразы, связанные с алкоголем, повторяются как можно чаще. Например, эта фраза просто логический дубль предыдущий. Ты же охотел от пьянства. Он же пьян. Но для пропаганды дубль или не дубль, не важно. Чем чаще повторяешь, тем больше внушаются. Ваша жена курит? Вернее, курила? Ну, папироса она курила? Не понял. Повторите, пожалуйста, еще. Курит? Курила? Курила? Курит? Курила? Курила? Даже дыма не выносила. Я на кухню выходил. Курим на кухне. Курим на кухне. Курим прямо здесь. В скрытой рекламе или продукт-плейсменте заказчики всегда оперируют количеством упоминаний бренда. То есть техническое задание на скрытую рекламу может звучать так «упомянуть компанию энное количество раз». Уральская авиалиния Одноклассника В одноклассника Сейчас бы в Газпром пришел без ботинка умора было бы Ну все давай, я в Газпром Директор Газпрома В Газпроме все должны работать Все, все должны работать В Газпроме Мечты сбываются Уважаемые акционеры Газпрома Что вместе с Газпромом мечты сбываются Газпром выполняет свои обязательства Я хочу быть акционером Пропаганду интегрируют в разные каналы восприятия. Например, персонажи пьют и курят, на фоне и в карманах торчат пачки, на стенах могут быть плакаты, персонажи озвучивают голосом пропагандируемые объекты вроде «Перекур» или «Ну и накурил». Также пропаганду можно добавить и вот в такой список. Два магнитофона, две кинокамеры, два портегара. Всё это разнообразие нужно для того, чтобы зритель не заметил, что ему под разным соусом напоминают о наркотиках. Основной принцип пропаганды прост и примитивен. Главное, как можно чаще напоминать о пропагандируемом объекте. Что это за пьяные выходки? Обратите внимание на шаблон. Странное поведение одного персонажа триггерит, в другом персонажа напомнит зрителю об алкоголе. Вот ещё пример. Я не пьющий. Охотно верим. А целый бар алкоголя и комод с бокалами чисты для пропаганды. Хотя что придираться. У непьющего Шурика тоже дома стратегический запас водки и комод с бокалами. Зачем они в кадре? Ну, видимо, есть какой-то тайный художественный смысл, который нам понять не дано. Занимаются люди не своим делом. Пускай Нищенко занимается своим делом. А я синематограф. Я муж, я так уверен. В этом фильме муж и жена оба курят. Так в сознании зрителей формируется образ обычной молодой семьи. Довольно популярный приём показывать, как люди имеют дома целый арсенал для самоотравления. Примеры такой домашней бухальни из фильмов можно приводить бесконечно. Просто искать лень. 90% фильмов содержат упоминания наркотиков. И большинство из них в таком же зашкаливающем количестве, как и в комедиях Гайдая. У моего мужа белая горячка. Райбальниц, да? Белая горячка. Да белый, горячий, совсем белый. Но вы не волнуйтесь. Когда делались эти фильмы, был расчёт на то, что народ со временем начнёт так же сильно пить. А как не пить, когда в каждом фильме раз в 20 минут показывают пример. Но чтобы успевающихся не сработали рефлексы защиты, устанавливали модели поведения на будущее. Например, показывали приезд психиатрички из-за белой горячки. Чтобы народ привыкал и знал, что волноваться не стоит. Вы не волнуйтесь. Это норма, друзья. Федя пьёт. Естественно. Все основные персонажи либо пьют, либо курят, либо то и другое. Нужно это для того, чтобы создать у зрителя впечатление, что так делают все. И это норма. Хотя норма – это трезвенник. Но встретить персонажа трезвенника – это исключение. Даже непьющий шурик показан курящим. Закусывать надо. Закусывайте, закусывайте. Закусывайте, Маргарита Васильевна. Закусывайте. Закусывайте нужно для того, чтобы через ассоциацию зрителю лишний раз напомнить о выпивке. Он не сказал «кушайте» или «угощайтесь». Такой приём используется, чтобы зритель получил пропаганду не напрямую, а через ассоциацию, чтобы не заметил слишком частого упоминания алкоголя. Завеска сюжета через «напился». Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Аналогичная есть у Рязанова в «Иронии судьбы». Часто сюжет завязан на алкоголе. Это нужно для того, чтобы было больше поводов показывать сцены с пропагандой. Я буду вас записывать старинные сказки, легенды, тосты. Тосты! Наркотики пытаются связать со всем, радуются, пьют, переживают, пьют, грустят, пьют, скучают, пьют. Человек ведёт себя странно, наверное, выпил. Надо показать высокий статус, курят дорогие сигареты. Надо показать бедность, пьёт самогон. Нужен сюжетный поворот или завязка. Алкоголь. На самом деле, в фильмах не наркотики нужны для того, чтобы подчеркнуть волнение персонажей, а персонажи нужны, чтобы показать людям наркотики. Дошло до того, что нас пытаются убедить, что показывать персонажей курящими и пьющими нужно по умолчанию. Лишь потому, что персонаж есть в кино. Это помогай, это ещё одна краска. Что, у вас уже выпустили из сумасшедшего дома? Что такое? Ах ты, холи! Музыканты угрюмые, представляют простой народ. Попытка внушить, что царь душегуб против воли народа властвует, и всё плохо. Собака! Всё оплачено. За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет? Во всяком случае, не мы. Эта сцена подвергалась цензуре. Изначально Милославский должен был сказать «народ, батюшка, народ!». Смысл в том, чтобы царь символизировал власть и внушалось, что руководство объедает народ. Это не первый случай, когда Гайдай в свои фильмы добавлял тонкие попытки раскачать обстановку. Например, цензуре была подвержена фраза «Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!» В изначальной версии Витцин произносил не «наш суд», а «советский суд». Прошу садиться. Часто используют крупные планы, фокусированные на алкоголе. Якобы тут показывают завязку к сюжетному повороту. На самом деле банальная пропаганда. Показать, что персонаж напился, можно и без крупных планов с детальным рассусоливанием. Но для пропаганды лучше так. Именно с целью пропаганды такие вещи показывают максимально детально, чтобы зритель проникся тем, что ему хотят навязать. Именно поэтому тут показывают по 10 секунд, как персонажи просто пьют. Казалось бы, скучно, не динамично, не информативно. Хотя, что мы понимаем... Да, мы поняли, что он напился. Не обязательно по нескольку раз показывать. Вы еще в слоумо покажите. Считается, что это импровизация актера Куравлева. Якобы он сделал так по причине любви Гайдая к заморским сигаретам. Видимо, это же объясняет и ношение пачки весь фильм у сердца. Курите? Ваша жена курит? Не курите. Правильно делайте. Я тоже не курю. Вы можете заподозрить тут антипропаганду. Обычно ее от 5 до 20 процентов. Соответственно, 80-95 процентов это сцены с пропагандой. Это сбивает с толку. И может показаться, что пропаганда не работает. Или она добавлена не специально. Но она работает. Так как сцен с пропагандой больше. А задача профессионала сделать так, чтобы вы не заметили странностей. И потому иногда для виду может проскакивать и антипропаганда. Пачку хорошо видно. Даже выпадает. А тут забыли пачку положить. Танцуют все! Продолжение следует... Продолжение следует... Сцену Пиро переснимали два раза. В первый раз не заметили, как на столе стояла бутылка боржоми. Вместо того, чтобы как-то обыграть ее присутствие, полностью пересняли. А вот сцену с пачкой не пересняли. Хотя ситуация аналогичная. Предмет современности в прошлом. Такое ощущение, что актер сказал Гайдаю, а спорим, я им уже в лицо буду совать эту пачку, они ничего не поймут. Фильм из Гои со скрытой рекламой в Федекс просто отдыхает. Фильм уже почти заканчивается, а пачка фигурирует. Гениально придумали, как весь фильм бренд рекламировать и никто не заметит. А тех, кто заметит, будут высмеивать, как параноиков. Мы должны не беспокоиться о том, что все молодое поколение берет пример сегодня. Нет, мы должны беспокоиться, но... Но не так же, простите, чтобы... Чтобы... Отобрать у героини сигарету. За что? Чисто случайно в кадре оказался блок сигарет. Конечно, лучше бы его убрать. За что? За комод. Хотя нет, это, наверное, лучше помогает раскрыть образ комода. А или это еще одна краска, помимо лака. Но это помогает, это еще одна краска. Да-да, грунтовка. Комбо. Алкоголь плюс сигареты. Алкоголь, естественно, чисто случайно остался после вора, поэтому попал в кадр. А курит она, потому что маляр. Краска. Лучше было бы этим персонажем без сигареты, особенно молодой и красивой. Хотя где уж нам разбираться в пропаганде. Занимаются люди не своим делом. Где? Не верю. В фильме использовался прием при волнении пить воду. Довольно часто так делалось в советских фильмах. Когда в стакан наливают воду из графина, это похоже на водку. А выпивают при волнении с залпом. Само по себе это ничего не значит, но, учитывая наркотизацию общества и зашкаливающие пропаганды, это вызывает ассоциацию и лишний раз напоминает зрителю о возможности выпить. Вот пример из фильма «12» Михалкова. Действие происходит в спортивном зале школы, где собрались присяжные. Курения там было много. Естественно, с крупными планами. Как иначе. А вот алкоголь неуместен по сюжету. Поэтому Никита Сергеевич действовал через схожие образы. Начал он с нюхания невидимого кокаина. А закончил водой, водкой. Это я вам как врач говорил. Я хочу... Внимание, правильный ответ. Я хочу голосовать. За что? За партию Великое Отечество. Вам тоже показалось, что он скажет «Я хочу поднять этот тост». Вот еще один случайный тост. Может, выпьем? Выпьем. Скучно, без водки. Что ни день, сто грамм. Что ни день, сто грамм. А сейчас он чисто случайно выпивает воду залпом. Как водку. Некоторые ошибочно думают, что если в конце фильма выяснилось, что все приснилось персонажу, то пропаганда не работает. Ничего подобного. Но представьте, что будет с психикой ребенка, если ему показать жестокую сцену насилия, а потом объяснить, что это было не по-настоящему. Психика травмируется. Примерно так же и с психикой взрослых. Образы были увидены, а значит отпечатались в подсознании. Исключения бывают. Например, такие видео, как это. Ведь оно помогает осознать приемы манипуляции вашим сознанием, и после него вы уже не захотите смотреть такие отравленные фильмы. Вы уже начали критически относиться к тому, что показывают в фильмах по зомбоящику? Значит, самое время перейти к осознанию гомерически смешного юмора в комедии Гайдасяна. Субтитры сделал DimaTorzok Вы кто по гороскопу? Я рыба, а я пиво! Субтитры сделал DimaTorzok У американцев чувство юмора... Вот, к сожалению, у многих среди нашей молодежи тоже стало такое же чувство юмора. Там шутка заканчивается рожей обязательно. По первой сигнальной системе рефлексов собачек Павлова. Человек сел в торт. Смешно. Два человека сел в торт. Два раза смешнее. Типичный герой комедии Гайдая – недалекий или инфантильный человек. Обратите внимание на подзвучку. Юмор в таких комедиях находится на уровне ребенка или деградировавшего под влиянием алкоголя человека. То, что это 1972 год – не аргумент. 50 лет назад люди не были инфантилами. Согласитесь, что после осознания, сколько алкогольно-табачных сцен в этом, обычном советском фильме, современные деградационные пропагандистские фильмы уже не кажутся чем-то необычным. Это логичное следствие и продолжение целенаправленной стратегии оболванивания. Разберем персонажей. Шурик курит, а его машина подозрительно напоминает самогонный аппарат. Ничего в этом аппарате нет подозрительно. Жена Шурика учит быть легкомысленной и курит. Бунша выступает за общественное, но показан таким, что подражать ему не хочется. Несимпатичен и изменен. Когда кончатся ваши безответственные опыты, в результате которых обесточивается весь наш корпус, понимаете? В «Бриллиантовой руке» также чисто случайно персонаж-общественник отталкивающий. Вор Милославский по определению отрицательный, но в отличие от вроде бы положительного персонажа, вор показан харизматичным, чтобы возникло желание подражать. Впрочем, ничего нового. В фильме «12 стульев» также чисто случайно мошенник показан харизматичным. Там весь фильм чисто случайно снят о мошеннике. Почему-то показано, что вор заботится о государстве даже больше, чем общественник-активист. Также он пьет и курит. Шпак врет об украденном. «Три портсигара отечества». Жена Бунша курит. Грозный, душегуб, убийца, пьет. «Они свою». Внимание, вопрос. Модель какого персонажа полезно перенять из фильма? Да никакого. В фильме нет образа хорошего персонажа. В фильмы целенаправленно не добавляют хорошие и трезвеннические образы, чтобы зрители их даже не видели. В кавказской пленнице Гайдай показал, как милиция пьет в рабочее время в рабочем кабинете. «Так что у меня есть замечательный тот». Но тут кадр обрывается. Видимо, Гайдая обрезали. О том, как поддержать выход видео, читайте ссылку в описании. Спасибо за репосты и распространение видео. Предлагайте видео к публикации в здоровых патриотических пабликах. Смелее, товарищ. Гласность – наша сила. Фильм Константина Орлова озвучил Алексей Кафанов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова